В прошлой серии мы говорили об общей обстановке в мире в начале 7 века по хиджри. Мы сказали, что мир был поделён на две основные силы. Сила исламского мира, которая была раздроблена. Во главе неё был османский халифат, но было и много других независимых стран. Однако все они были слабыми. А второй большой силой была власть крестоносцев, предводителем которой была Западная Европа. И она тоже претерпевала период своей слабости в начале 7 века по хиджри. В это самое время на Востоке возникла новая сила, очевидным и невероятным образом изменившая положение дел. И это изменение произошло всего за несколько десятков лет. Этой новой силой была сила татаров. Первое появление татаров упоминается в 603 году по хиджри. Первое их появление было на севере Китая, в пустыне Гоби. Эта пустыня находится сейчас на территории Монголии. Это была группа племён, очень большая группа. Ведь вы знаете высокую плотность населения в этой местности. Эта группа известна нам как племена татаров. Это название народа или одного из этносов. Среди них появился человек, обладавший невероятными организаторскими способностями, превосходными лидерскими качествами, отличительными чертами полководца, исключительным даром организовывать и мобилизировать людей в войска первоклассным военно-стратегическим мышлением. Этот человек начал объединять разрозненные племена татаров. Это известный и очень популярный человек в истории. Этот человек Чингисхан. Чингисхан – это прозвище. Его значение – завоеватель мира или сильнейший человек в мире, в зависимости от различных переводов монгольского языка. Его настоящее имя – Тимуджин. И это абсолютно самая кровавая личность во всём мире. Это на самом деле так, хотя об этом говорится не так часто. Чингисхан был родом из одного племени татар, которых называли Моголы. Поэтому после того, как Чингисхан собрал все племена татаров, вся общность татар стала известна под именем одного из своих племён – племени Моголов. И далее, если мы говорим «татары» или говорим «моголы», мы имеем в виду одно и то же государство – татаро-моголов. Несмотря на то, что это государство возникло в 603 году, субханаллах, в течение 10 лет, или даже меньше, оно смогло захватить власть над всем Китаем. А теперь взгляните на карту и вспомните площадь Китая – около 9 миллионов квадратных километров. Колоссальные размеры. Оно также завоевало Таиланд, Камбоджу, Корею, обширные территории Монголии, некоторые районы в Сибири и стало заглядываться на следующие страны. Этот регион находится на востоке исламского мира. Если вы помните, то в прошлом выпуске мы рассказывали о большом государстве исламского мира – королевстве Каризмшахов. Это королевство находилось непосредственно на западе Китая. То есть первое государство на западе Китая – это исламский Казахстан, который был частью королевства Каризмшахов. Чингисхан стал заметно расширяться с помощью примыкавших к нему территорий. Его войны имели отличительный характер, колоссальное количество участников, выверенный план, военная мощь. Однако он также отличался крайне жестокими войнами, в которых не находилось ни малейшего места сострадания. Чингисхан устраивал бессердечные войны. Достаточно просто можно увидеть в какой-либо из его войн, например, то, что когда он входил в какой-то город, то истреблял все его население. Для него это было весьма обыденно. Он убивал и мужчин, и женщин, и детей. И это повторялось почти во всех его войнах. Также он отличался тем, что никогда не принимал чужую сторону. Никакая другая сила не должна была быть рядом с силой Чингисхана. Никакой дипломатии и политики. Только войны, войны и войны. Такой была позиция Чингисхана. И к слову, такие качества всегда встречаются в армиях, лишённых нрава и религии. Мы видели это в войнах вероотступников, войнах язычников, войнах персов, войнах римлян, войнах современной колонизации исламских стран. Мы видели это в войнах с мусульманами и немусульманами. Природа такова, что когда войсками не руководят нравственные и религиозные люди, то обычно такая армия не гнушается преступлений против человечества, как это было у Чингисхана. Хотя Чингисхан и является лидером в этом плане. Его войны были беспрецедентно крайне отвратительными и продолжают ими оставаться и по сей день. Чингисхан планировал завоевать Ирак. У него было твёрдое намерение установить контроль над землями Ирака. Но тут он столкнулся с большой проблемой. Эти земли принадлежали Аббасидскому халифату. А Аббасидский халифат – это очень громкое название. Это название вселяло страх в сердца многих мировых лидеров. Почему? Их истории 500 лет. Обратите внимание, государству татаров всего 10 лет, тогда как Аббасидскому халифату уже целых 500 лет. Чингисхан не решается воевать с Аббасидским халифатом или с исламскими странами в общем. Но случилось нечто удивительное, дорогие братья и сёстры. Мы говорили ранее, что мир был поделён на две главенствующие силы – силу исламского мира и силу крестоносцев. Представьте себе, крестоносцы, которые были славы в это время, отправили делегацию. Эта делегация выдвинулась из Франции. Делегация эта направлялась из Франции в столицу Монголии, в столицу Татарии. То есть расстояние равное примерно 12 тысячам километров. Эта делегация проделала такой огромный путь для того, чтобы татары согласились начать войну с исламским миром. Хотя крестоносцами в то время были, конечно же, христиане, ну а татары были безбожниками. У них была одна странная религия, которую для них придумал Чингисхан. Некое сочетание исламской религии, буддизма, христианства с некоторыми вкраплениями, придуманными самим Чингисханом. Он создал для них религию, которую назвал Ясаа или Великая Ясаа, а также Священную книгу, которой они следовали. То есть эта религия полностью отличалась от религии христианства. Однако, саналлах, сила крестоносцев в это время объединилась с татарской силой в войне против мусульман. Или, по крайней мере, крестоносцы подстрекали татар к войне с мусульманами. И тут есть один нюанс. Мы можем это заметить, и это удивительно. Если мы вспомним пути Господни, Господа миров, на земле и в управлении рабами и творениями, мы можем найти, что большинство сил неверных, когда ведет войну с исламской умой, объединяется между собой. Ранее мы видели, как иудеи объединились с многобожниками в войне против мусульман. Мы видели, что даже персы сплотились с римлянами, чтобы воевать против мусульман, несмотря на всю вражду между двумя этими империями. Мы видели много таких союзов, будь то в новой истории или старой, которые, несмотря на различия союзников, заключались ради борьбы с мусульманскими странами. Однако, как мы уже сказали, Чингисхан не желал ни от кого помощи. Он не хотел ни с кем заключать союз или вести дипломатию. Он принял идею от крестоносцев, согласился завоевать исламский мир и стал обдумывать то, как он это сделает. Королевство харизмшахов, по сравнению с государством татар, очень слабое королевство. К тому же, заботами харизмшаха, которым тогда был Аллауддин Мухаммад II, были только собрание имущества, богатств и увеличение власти. Его нисколько не заботило установление исламского шариата или вселение страха в сердца врагов уммы королевства харизмшахов. Чингисхан хочет завоевать исламский мир. Он мог просто собрать всю свою армию и двинуться с ней прямиком на мусульман. Однако, он пожелал получить некое подобие разумного оправдания для себя, для своего народа и для остального мира, чтобы начать завоевание исламского мира. Он хотел добиться повода, с помощью которого он мог войти в исламский мир. Но для чего ему повод? Мы спросим, сильный лидер, сильная армия, огромное количество солдат, мощное современное, оригинальное оружие. Зачем он думает о поводе для того, чтобы начать войну со слабой страной? А теперь обратите внимание, пожалуйста, всё своё внимание. Сильным лидерам всегда, даже в наше время, необходим повод, пусть и не самый состоятельный для того, чтобы вторгаться в оккупируемые ими страны. Зачем? Во-первых, для того, чтобы сломить моральный дух захваченных народов. Ведь если будет всякий повод для войны с исламским миром, мусульманские народы будут чувствовать некую обескураженность. Как мне защищать свою страну, когда она изначально не права? Она совершила ошибку в отношении татарского государства, сделала то-то и то-то, как об этом заявляет Чингисхан или как он это представляет. И тот, кто видит себя в таком положении, чувствует слабое желание и волю. Во-вторых, когда татарский народ увидит убедительный довод, он станет принимать на себя жертвы. Неважно, на какие жертвы придётся пойти татарской армии – 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч – люди пойдут на эти жертвы, потому что они воюют, как им говорят, ради благородной, возвышенной цели. Будь то ради защиты Родины или её границ, ради сохранения устоев общества и тому подобной пропаганды, которую обычно ведут в таких ситуациях. В-третьих, международное позиционирование – изменить текущее положение мирового порядка или добиться её нейтральной позиции как минимум. А как максимум, склонить мировую общественность на сторону татар в войне с мусульманами. Итак, Чингисхан искал повод, подходящего повода не было, но, субханаллах, судьба сама преподнесла ему подарок. Каким был этот повод? Некоторые монгольские или татарские торговцы посетили исламский город Атрар. Этот город был расположен на востоке исламского мира, в современном Казахстане, в наши дни. Эти торговцы прибыли по кое-каким своим торговым делам и были убиты в чертах этого мусульманского города. О причине их убийства передаётся множество различных версий, предположений. Некоторые говорят, что правитель приказал убить их, подозревая их в татарском шпионаже. Другие говорят, что Чингисхан сам отправил людей убить их на территории мусульман, чтобы добиться повода развязать войну с исламскими странами. Третьи твердят, что убийцами были разбойники, посягнувшие на их имущество. Версий много, но важно то, что монгольские торговцы были убиты в мусульманском городе Атрар. Этот город был во власти Харизмшаха Мухаммада. Мухаммад Харизмшах стал разбираться в этом вопросе, почему они были убиты на территории исламского города. Чингисхану не понравилось его решение по этому вопросу. Он хотел, чтобы Харизмшах Мухаммад передал убийце ему для произведения суда над ними в столице Монголии, в татарском государстве. Харизмшах Мухаммад отказался, пояснив, что это противоречит международному праву, порядку, принятому у них ещё в то время. Точно так же, как это принято сейчас и в наши дни. Когда совершается преступление в какой-либо стране, разве преступника высылают в другую страну? Или судят по законам этого государства, в котором было совершено преступление? Реальность такова, что любая страна судит того, кто совершил преступление на её территории по своим законам. Харизмшах Мухаммад заявил, что состоится суд над убийцами или над подозреваемыми в убийстве этих монгольских торговцев, и если будет доказана их причастность к этому преступлению, то они будут наказаны согласно исламскому закону, шариату, практикуемому в исламском мире. Естественно, Чингисхан не был доволен таким решением, и тем самым был найден соответствующий повод. Он мобилизировал войска и действительно начал кампанию против исламского мира. Это было в конце 616 года по хиджре, что примерно соответствует началу 13-го века по грегорианскому календарю. Чингисхан собрал громадную армию и вошёл в восточную часть исламского мира. В городе Атрар, что к востоку от реки Сырдария, случилось большое столкновение между его армией и армией харизмшаха Мухаммада. И как мы уже сказали, в наши дни это место находится на территории мусульманского Казахстана. Казахстан – это одна из стран исламского мира, которая была во власти Советского Союза, но по воле Аллаха стала независимой в 90-х годах, как об этом всем известно. Чингисхан привёл свою огромную армию, случилось ужасное побоище между ним и харизмшахом Мухаммадом, которое продолжалось четыре дня подряд. Пало намертво неимоверно большое количество жертв с обоих сторон. Было сражено около 20 тысяч шахидов из числа мусульман в этой битве. В армии татар было убито ещё большее количество людей, но татарским войскам не было счёта. Невероятное количество. Вы ведь знаете Китай, Монголию и близлежащие страны. То есть, это действительно огромное количество людей. И эти значительные потери в армии татар не повлияли на её силу. Несмотря на страшные цифры убитых, эта армия как ни в чём не бывало продолжала наступать и поджимать исламскую армию. Харизмшах Мухаммад после четырёх дней сражения отдал приказ к отступлению. Он отступил со своим войском к городу Гурганч. Город Гурганч был столицей государства харизмшахов. Это город, находившийся на территории современного Туркменистана. Отступление харизмшаха Мухаммада в город Гурганч принесло множество крупных проблем. Город Гурганч, как мы уже сказали, был столицей, но располагался он в глубине исламского мира, в центре королевства харизмшахов. При отступлении к нему он оставил несколько больших городов и множество других небольших под прямой угрозой татар. Почему харизмшах Мухаммад не обезопасил эти города? Почему он не оставил в них свои войска? Почему он позаботился лишь о городе Гурганч, но бросил все остальные города и сёла? На самом деле это действие несёт страшную военную ошибку, но также в большей степени это нравственная ошибка из-за привязанности его сердца. Ведь самой основной заботой харизмшаха Мухаммада было гарантировать безопасность тому городу, в котором находились его дети, его семья и родственники, а также его богатство, имущество и сокровища. В этой столице он хранил всё накопленное за годы жизни богатство. Его нисколько не волновала восточная часть исламского мира, восточная часть королевства харизмшахов, в которой существовали несколько крупнейших исламских городов, таких как Бухара, Самарканд, Таликан, Газни, Герат и другие исламские города. Ведь, как вы помните, мы говорим о государстве, которое правило несколькими нынешними странами, то есть в его владения входили бы сегодня несколько стран современного мира. Пакистан, Афганистан, Казахстан, Туркменистан – это всего лишь некоторые из стран в составе королевства харизмшахов. Он бросил их всех и отправился укреплять город Гурганч, потому что самым важным для правителей того времени было сохранить принадлежавшее им имущество и обеспечить безопасность своей семье и ближайшим родственникам. И даже более дальним родственникам и знакомым они не уделяли особого внимания. Конечно, это дало большую фору для Чингисхана при завоевании исламского мира и первым городом, столкнувшимся вначале с татарским натиском, был город Бухара. Это город великого имама Аль-Бухари, да помилует его Аллах. Произошло это в 616 году по хиджре. Чингисхан подошёл к городу Бухара и держал его в осаде, а население города, у которого не было своего войска, находилось в чрезвычайно опасном положении. Тогда жители города разделились во мнениях, что предпринимать. Небольшая доля жителей утверждала, что нужно воевать, вести джихад на пути Аллаха и защищать город. К этой группе людей относились в основном учёные-алимы города. А все остальные жители пришли к решению впустить татар в город при условии предоставления жителям гарантии безопасности. Учёные-алимы, факихи, знатоки шариаты и воины-муджахиды говорили им, что у татар нет чести, что они не держат своё слово. Однако люди с призрачной надеждой на пощаду решили открыть врата татарам. А учёные-алимы и воины-муджахиды тем временем забаррикадировались в одной из крепостей города Бухара. Действительно, татары дали обещание пощадить их, но это была всего лишь уловка. Таким образом, после того, как люди открыли им ворота, татарские войска заполонили этот большой город, город Бухара. Субханаллах. После вторжения татар Чингисхан предъявил странное требование к жителям города. И несмотря на всю парадоксальность этого требования, жители города приняли его. Что же такого он от них потребовал? Он настаивал помочь ему во взятии крепости, в котором находились воины-муджахиды, учёные-алимы и факихи. Почему они должны были помогать ему в этом? Потому как они утверждали, что это экстремистская крепость, нарушающая международный порядок, решившая бороться с самым влиятельным лидером в мире и так далее и тому подобное. Вы должны засыпать окопы, разрушить ограды и взять крепость, чтобы передать Чингисхану этих взбунтовавшихся мятежников, и тогда вы получите полную амнистию для всех жителей города. Удивительно, дорогие братья и сёстры, но жители города подчинились этому приказу и начали в одном ряду с татарами засыпать окопы вокруг крепости и принимать с татарами участие в штурме Исламской крепости. Мусульмане захватывают мусульманскую крепость. Это что-то немыслимое. В итоге крепость пала, и всех находившихся в ней казнили. И тогда татары нарушили своё слово, как это и ожидалось, и устроили крупнейшую резню в истории человечества, истребление народа Бухары. Были убиты мужчины, женщины и дети. Убивали всё, что движется в городе Бухара. Я зачитаю вам описание этих событий, которые сделал Ибн Кассир, да помилует его Аллах в книге «Аль-Бидая-Ван-Нихая» «Начало и конец». Они убили её жителей города Бухары в количестве, которое знает только Аллах, пленили женщины и детей, совершили мерзости женщинами на глазах их семей. Затем татары предали огню улице Бухары, её мечети, её школы и всё вокруг, и оставили её разгромленной и опустошённой. Братья и сёстры, вы думаете, это конец истории? Нет, мои братья, это только начало. В следующей серии мы узнаем, что сделали татары в 617 году по хиджре, в году, который считается самым отвратительным во всей истории мусульман. Прошу Господа даровать нам способность вынести урок из истории, даровать понимание его путей, обучить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас научил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова